Год назад я лежал на кровати в Мюнхене и пачками потреблял подобные видео, без разбора, на завтрак, обед и ужин. Мне казалось, что буквально через несколько месяцев моя жизнь кардинально изменится, и я должен быть к этому готов, готов лучше всех. Такие видео давали мне некую уверенность по поводу первых месяцев учёбы в УЗИ, а также немного смягчали мою панику по поводу поступления. Контента на эту тему очень много, но всё же она вечная. И сегодня я расскажу вам о первой сессии. Для тех, кто видит меня впервые и перешёл на это видео через рекомендации, я представлюсь. Меня зовут Владислав, мне 18 лет, и я учусь на первом курсе МГУ. Что бы это для вас ни значило, но я самый обычный студент. И я покажу вам ВУЗ глазами именно рядового студента, не дикого активиста, не какого-то сумасшедшего неудачника, а покажу вам такой ВУЗ, каким его увидите вы. А потом уже в зависимости от своего характера займёте там более активные или пассивные позиции. Итак, первая сессия – это серьёзное испытание для каждого. Как только вы приходите в ВУЗ, у вас сразу появляется такое странное чувство, ощущение. Вот до этого я учился и знал, что будет происходить со мной на следующий день, что будет через месяц, да даже что будет через год. Будут приблизительно одни и те же предметы, одни и те же преподаватели. Я буду писать контрольные, получать свои четвертные или полугодовые оценки. А сейчас? Сейчас что? Как сейчас будут оценивать мою эффективность? Как мне понять, что я ещё нахожусь в ВУЗе, и меня не отчислили? Такой вот вопрос появляется у вас в головах, ведь теперь совершенно всё непонятно. Решением вопроса вашей успеваемости является сессия. Если вы не очень-то успеваете, то, скорее всего, вам уже не нужно будет успевать. Что же такое первая сессия? В чём её суть? Это несколько экзаменов, обычно их четыре. Два по профильным и два по непрофильным предметам, которые идут подряд, друг за другом и доставляют дичайшую головную боль для любого студента. Я выделил три особенности, которые точно надо знать, чтобы быть готовым к своей первой сессии. Первое. Вы должны знать о существовании автоматов и полуавтоматов. Такого точно не было в школе. Если вы работаете, находитесь на вершине рейтинга, выполняете все домашние задания, посещаете лекции, семинары, обязательно готовите рефераты, доклады, то у вас есть неплохой шанс получить автомат и не сдавать экзамен вообще. То есть автоматом получить какую-то оценку. Четвёрку или пятёрку. Это значительно-значительно упрощает процесс сдачи сессии. Обычно можно вытащить себе два автомата, как раз по непрофильным предметам. И да, это очень вам поможет. Что же такое полуавтоматы? Тут момент тонкий. С одной стороны, они не дают вам абсолютно ничего. Для полуавтомата вы также должны работать в течение семестра. Полуавтоматы обычно ставят те преподаватели, которые не хотят ставить автоматы. А просто хотят, чтобы все студенты шли на их экзамен. Что же конкретно даёт полуавтомат? Вы отвечаете на один вопрос, а не на два. Или, например, на два, а не на четыре. Это некие поблачки непосредственно во время самого экзамена. Кажется, ну вот какая разница. Попалось тебе два ужаснейших, неинтересных вопроса, которых ты вообще не учил, вообще не шарил. На том семинаре, не знаю, ты ящерицу ловил у себя в кабинете. Всякое бывает. И вам попались именно эти вопросы, и у вас полуавтомат. Типа, выбирай, один ужас или другой ужас. Что даёт полуавтомат на самом деле? Если вам злой препод, который не ставит автоматы, а ставит только полуавтоматы, ставит как раз таки этот полуавтомат, это значит, что вы у него на хорошем счету. И на экзамене он про вас обязательно вспомнит. У тех, у кого полуавтомат, их обычно спрашивают менее жёстко, чем тех, у кого его нет. И обычно ребята с полуавтоматом в итоге выходят с пятёрками. Вторая важнейшая особенность – это то, что экзамен очень сильно зависит от преподавателя. Вот что бы я ни сказал, это не важно. Гораздо важнее то, что скажет вам преподаватель. Потому что у каждого преподавателя свой подход, свои критерии как раз к этим самым экзаменам. Поэтому обязательно надо быть в хороших отношениях с преподавателем. Хотя бы пытаться это сделать. У меня не получилось. Но если вы девочка, то скорее всего у вас получится. Как-то девочкам это проще даётся, что ли. И третий момент – это посещение. Вот в школе такой проблемы не стояло, по крайней мере у меня. Ходить, не ходить. Я посещал школу регулярно. Если заболевал, не шёл. Или если слишком надоело, не шёл. Но тут семинары по предметам, по которым у вас будут экзамены, лучше всего посещать. Именно семинары. Что такое семинар? Семинар – это как урок в школе. То есть вы сидите, общаетесь с преподавателем, он задаёт вопросы, вы даёте ему ответы. Если вы даёте правильные ответы, то он помечает вас. У вас появляется шанс получить автомат или полуавтомат. И это прекрасно. Если вы ходите на семинары, активно там работаете. Да даже можете не работать, потому что он отмечает посещаемость. Он видит вас и привыкает потихоньку. И будет чуть помягче с вами на экзамене. Хотя не на всех это работает. Бывают очень злые преподы, которым пофиг на всё, лишь бы вас уничтожить. Теперь я вам расскажу о сложностях. Почему сессия – это действительно сложно. Почему за это надо браться всеми руками и ногами. Что с этим не так? В отличие от школы. Сейчас узнаете. Первое. Это невероятный объём инфы. Огромное количество билетов. В школе, если вам дают контрольную, то это будет контрольная максимум по одной-четырём темам. Это не будет сложно. Этот объём информации возможно запомнить. Но на экзамене вам дают билеты за целый курс. Да ещё вдобавок по темам, которые вы могли не проходить, ни разу не обсуждать, ни на лекции, ни на семинаре. О билетах это будет. Вы должны это будете найти в книге. Потому что если вы найдёте это в интернете, это будет, скорее всего, неправильно. И этот огромный-огромный объём информации запомнить практически невозможно. Билетов может быть по 60. Вполне. Спокойно. 60 разных тем. Это ужасно. И каждому надо рассказать полное. И если препод будет злой, то он ещё может задать дополнительные вопросы по конкретной теме. Второй момент. Устные ответы. Этот пункт наиболее важен для стеснительных, скромных людей, которые предпочитали молчать в школе, тихо, спокойно выполнять домашнюю работу, не выходить к доске. Их особо не тревожили, но они выполняли работу, им ставили их оценки. Тут нет. Тут экзамен, в экзамене, в любом экзамене обязательно будет устная часть. Ты будешь сидеть лицом к лицу с преподавателем. Это будет на тебя давить, скорее всего. Вот на меня давит. Я мальчик, не в самых хороших отношениях с преподавателем иногда бываю. И когда лицом в лицом к взрослому человеку, который знает гораздо больше, чем ты, как-то напрягает. Ты сидишь, рассказываешь ему, а он смотрит на тебя. Интересный билет. Очень интересно. И ты такой, блин. Я знаю, что это такое, потому что точно так же, как я хорошо отвечал. И преподаватель с радостью принимал мой ответ. Так же меня и болели. И я видел, когда этот человек напротив меня сидит и говорит, а что говорил Аристотель? Что говорил Аристотель про душу? Помнишь? Не помнишь? До свидания. Третий момент. Время. Промежутки между экзаменами. Я бы рассказал о них много, но о них нечего рассказывать, потому что их нет. Во время сессии жизни нет. Так, запомните. Экзамен, 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 экзамен. Пить? Есть? Спать? Нет. Это бред какой-то. Нет. Гулять? Праздновать? Забыли про это. Ну, если у вас четыре автомата, да. Если нет, нет. Четвертый пункт безумно банален. Это усталость. Усталость под конец семестра. Предположим, что вы гонялись за автоматами. Или просто системно выполняли всю домашнюю работу. Посещали все пары. Вы сто процентов устали. Это ваши первые полгода в УЗИ. Вы не можете не устать. Перед этим у вас еще была зачетная неделя. Веселая штука, я вам потом расскажу. Местессионный контроль был. Ух! Веселье невероятное. И отдохнуть-то когда? Отдохнуть некогда. И тут у вас начинается сессия. Вы подходите к сессии уже с головой. С головой, какой бы она была у тыквы. У тыквы нет головы. Тыква овощ. Вот вы тоже овощ во время сессии. Это были четыре пункта, почему сессия – это реально тяжело. Чтобы никто не думал, что будет просто. Я их еще раз повторю. Невероятный объем инфы. Устные ответы. Небольшой промежуток между экзаменами и усталость под конец семестра. И теперь ответ на главный вопрос. Как выжить? Есть всего две методики. Они не новые. Они очень старые. И они покажутся вам банальными. Активизировать все свои силы. Полностью сосредоточиться на учебе. Да, праздники. Но стараться не отвлекаться. Стараться сидеть над учебниками. Над всем пройденным материалом. Над конспектами. И работать. Учить. Целыми днями. Две недели в полугодии. Вы можете активизировать все свои силы. И постараться напрячься именно сейчас. Чтобы потом у вас не было пересдачи. Тоже отдельная тема. Я вам про это расскажу. Не знаю, откуда я это знаю. Но я вам это расскажу. И второй пункт. Прописывайте билеты. Я прописывал билеты сначала на ПК. Но это не так эффективно, как прописывать билеты руками. Во-первых, ручные шпоры всегда можно взять с собой на экзамен. Никто не отменял черные пути прохождения сессии. И как раз письменные письменные свои заметки очень хорошо помогают. Вы можете подменить черновик, так же, как это делали в школе. Да, вам будет страшно на первой сессии. Но если вы дойдете до пересдачи, уже бояться будет нечего. Прописывайте билеты письменно. Так запоминается лучше. Под конец видео еще раз напомню, что же такое первая сессия. В чем ее особенности. Чтобы вы не забыли. А то я знаю, вы слушаете меня, и все вылетает из головы. Ну, как во время лекций. Автоматы, полуавтоматы. Чтобы их получить, придется поработать. Но если вы их получите, то работать не придется. Второе. Экзамен зависит от преподавателя. Имейте хорошее отношение с преподавателями. Старайтесь, даже если вы не умеете, старайтесь как-то наладить контакты. Вот мне сложно всегда было говорить с преподавателем. Но я понимаю, что в ВУЗе без этого никак нельзя. Третье. Посещение. Обязательно посещайте семинары и лекции. Кстати, я забыл вам сказать, что некоторые особо скрупулезные преподаватели могут в дополнительных вопросах спросить про их лекции. Уважаемый студент, вы же были на лекции. Вот, напомните мне пример, который приводил я. Да, такое может быть. Такое даже с кем-то было. Но я был на лекции и справился. Спасибо за просмотр. Я буду продолжать вам рассказывать всякие интересные вещи про ВУЗ. Если вам понравилось, обязательно напишите комментарий. В каком направлении мне развиваться? Что мне стоит изменить? Может быть, предложите темы, которые вы хотите, чтобы я осветил. Правда, у меня есть огромный список тем. Я вам расскажу все и расскажу интересно вживую, без всяких заготовок. Финальная составка всегда должна быть интересной. И вторую половину видео у меня что-то болталось в руках. И наверняка вы думали, что же он такое пьет. Вот. Кисель. Вишневый. Видно? Нет? Вот. Вишневый кисель. А это два каких-то видео, которые я почему-то выбрал, что тоже можете посмотреть. В будущем здесь будет видео про ВУЗ. А пока кисель. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.